Бууу, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в Man of Medan. Мы с вами вернулись в эту интересную и очень страшную игру, и в прошлой серии мы отправились искать генератор. Я очень надеюсь, что мы его сможем быстро найти и быстро убраться с этого жуткого корабля. Что за хрень ты несешь? Чего? А, ну в этом плане. Хотя тут с вот этими вашими глюками. Пойдем. Ребят, по-моему, мы заблукали. Я, по-моему, здесь уже была. Или нет? Или да? Стоять! Здесь можно спуститься, но я пока никуда не пойду. Тупик? Или не тупик? Ты можешь посветить фонариком? Короче, он туда идти не хочет. Давайте мы пройдем там по коридору. Прошлая серия это было что-то с чем-то. У нас были тут и глюки, и какие-то странные монстры, и какие-то записки. В общем, много чего интересного было с очень интересными подробностями. Я так понимаю, что нам в одну сторону. Подожди, подожди, она куда-то смотрит. Мне не очень нравится. Видите, мы с вами не пыль поднимаем. Это как будто бы какой-то газ. Ну, давай спускаться. А, спрыгнуть. А, ну да, вон, смотрите, там все сломано. Иди посмотри. Смотри. Там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Как они спустятся, я не представляю. Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да! Я в норме. Спускайся! Не кричите. Так, ну, господа. Нам? Господь! Чего? Смотри, там... Это... Стой! Ты не видела? Ау? Так, значит, у меня глюки, а у тебя нет. Ну, в общем, я думаю так. Значит, корабль вез маньчжурское золото. Это было какое-то галлюциногенное биооружие из Китая времен Второй мировой. И реагенты были нестабильны. И растеклись. То, что я вам говорила. Может, они еще здесь? Не выдохлись за 70 лет. И все еще воздействуют на нас. Паранойя, галлюцинации. Того, что мы видели, на самом деле нет. У команды были глюки. Они явно чего-то боялись. А офицеры решили, что несколько нервных солдат хотят откосить от дежурства. Это не корабль-призрак, а биооружие. А с упавшим самолетом это никак не связано? Но, может, и был контакт. Может, они наладили связь. В общем, как вариант. О, боже. Ладно, идем дальше. Им надо было найти противогазы. Надеть их на улице. Тихо. Нидерланды. Моторостроительный завод Ван Линдена. Роттердам, Нидерланды. Окей. По-моему, пришли. Нет. Стоять. Тут что-то делает блым-блым. Там что-то делает блым-блым. Нет, это, видимо, мой фонарик делает блым-блым. Вот. Еще записи. Engine Room. Телеграф-лог. Журнал команд машинного отделения. Подтверждена команда вперед на две трети мощности. Увеличены обороты двигателя. Команда средний вперед. Выставлены стандартные обороты. Янг прибыл сменить меня на вахте. Двигатель работает на стандартных оборотах. Хоть в здравом уме и твердой памяти. Ага. Сменил Филлипса на вахте. Сменял машинное отделение на предмет неисправности. Передоставленные неисправности не обнаружены. Изучил предыдущие записи в журнале. Двигатель работает на стандартных оборотах. Подтвержден приказ полный вперед. Корабль идет полным ходом. Приказ самый полный вперед. Двигатель разогнан до максимальных оборотов. Приказ от старшего механика выключить в машинном отделении все вспомогательное освещение. Так, а вот это уже интересно. Подтверждена команда стоп. Якорь. А, это мы с вами уже не узнаем, потому что у нас только две странички доступны. Почему-то больше у нас информации нет. Так, а вот это уже интересно. Якорь. Они так быстро перемещались и тут вдруг на якорь. Сюда не... Блин, так темно здесь, ребят. Просто жесть какая-то. Мне казалось, что здесь какая-то блэм-блэм была. Ошиблась я, что ли? Тут ничего. Здесь ничего нельзя потрогать. Может сюда? Нет. Слушайте, а где же генератор? I don't understand. I don't understand. Там есть проход. А ну-ка. Молодец. Так работает, что аж света нет. Я надеюсь, я все правильно сделала. Давай идем наверх. Где-то же можно подняться. Фу. Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием. Объясните ситуацию. Прием. Давай, давай, давай. Нужна помощь. Срочно. Какие-то существа на корабле пытаются нас убить. Прием. Может нас похитили. Мы уже направляемся. Группа спасателей. Прием. Да, ребята. Скажите, не подтверждено. Отлично. Что? Блин. Ну какого хрена? Все? Нет, не все. Я думаю, сейчас капец, а ну... Бэмкнет и все. Дупо бачине и врубачине. Ладненько. Тут ничего, никого. Посмотри. Да ладно. Это ребризер. Это не наше оборудование? Походу они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать? Он тяжелый. Он будет нам мешать. Решительность. Мне кажется, лучше взять. Ты с ума сошла? У нас проблемы тут с кислородом. Он может спать с нам жизнь. Говори, где это гребанное золото? Ты что, спятил? Нет. Вообще идеи нет. Я же сказал, трепло гребанное. Заткнись. Закрой свой поганый рот. Говно кусок. Брекло сраное. Завали хлебало. Слышишь? Какие выражения. Послушай, нет. Не надо. Можно же. Я же сказал, заткнись. О, черт. Может, они тоже к крыше поехали? Может, он кого-то другого там видел? О, вот эта штука нам нужна. Как нам забрать ее? Как забрать, ребят? Он нас увидел, да? Что вы торчите там? Квалда, Квалда, это плохо. Воу-воу-воу-воу. Свалин! Я ненавижу эти пикалки. Я всегда промахиваюсь. Ребят, давайте поставим лайк. Скрестим пальчики, чтобы я больше никогда не пропала. Промахивалась. Заберите эту хренотень. А где? Он забрал, что ли? Это я не вижу ее. Зачем он ее убил? Надо очень осторожно. Он же больной на всю голову. Что-то с ним может сделать? Может, у него в руке эта шхрень? Ладно. Что-то было? Смотреть. Давайте осмотрим. Может, у него в руках эта штука? Это кольцо. Я думала, он... Ты забирай, Слава, не втыкай. Но я не видела эту хренотень, ребята. Так плохо. А она у него? Требя вы прятаетесь, сучки мягкие. Хотите захопать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапожить? О, нет. Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь. На смерти. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Он вот-вот нас догонит. Да. Ты ведь придумал, что делать? Волнение давайте. Он псих. Всего можно ожидать. Надо убраться от него подальше и поскорее. Беги. Как? Беги, давай. Беги. Да, как зачем? В дверь. Батай. Закрывай. Боже, не стой. Да не стой же. Есть. Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Не знаю. Да, конечно. Эти двери способны выдерживать... Ничего. Много. Пошел. Пошел. Несместно. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Изменится. Медленно. Крыша едет, не спеша. Ладно. Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких. Примерно. Все. Тихо. Послушай, мы не враги тебе. Мы просто хотим выбраться. Пожалуйста. Простите, нет уже. Если вы дышите, значит, прибора у вас тут нет. Так что решат уже не вам. Что же он видит? Что же он видит? Что изменилось? Назад! Что же он видит? Не лезьте в туман. Что? Туман? Здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Хватит любопытства. А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он... Зло. Он оживляет то, что не должно быть зевым. Уже внутри. Уже внутри нас. Все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман в ком-то. Без нас? Убери пистолет. Слышишь? Так. Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Да никто тебе приказывает. Я чувствую. Давайте мы ему подыграем. Ладно. Хорошо. Он же ж поехал. Да, мы правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знаю. Говорим. Нет, мы задержали дыхание. Нет. Мы не в дыхании. Мы задержали дыхание. Я знаю. Да ладно. Вы типа крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? О. Мы здесь уже много часов. Все-таки с дусями у меня. А у нас вот эта штука. Стоп, стоп, стоп. У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь? Можем с тобой поделиться. Хочешь? Нет. Нет, не смей. А ну убери от меня. Как она для него выглядит? Может это куча змей? Он во мне. Кошмар. Я вдохну в туман. А мы с вами видели. Ребята. Хватать ствол точно не надо. Мы с вами видели, что должно произойти. Помните? На картинке. А? Вы все видите его во мне? Вы просто врете. Мы же видели с вами, что он должен застрелиться. Он умерет меня заживо. Как же он... Мы не можем забрать... А может быть надо было забрать ствол? И он типа случайно? Эй, чувак. Нет. Такие все правильно было. Ну как, правильно, неправильно? Ну как, по картинке? Ребят, а я не знаю, они выжить должны были или нет. Я просто думаю, что если бы мы ему попытались помешать, он бы кого-то из них застрелил. Разве нет? Как думаете? Напишите в комментариях, ребят. Каковы шансы, что мог бы быть такой поворот? Ну, что кто-то, например, его... Допустим, пытается отнять пушку, и такой он хопа и стреляет. Когда мы уже там вылезем? 4,44. Получается, остался один гаденыш. Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование? Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Может, не надо разделяться? Ну, что за отвратительная привычка? Ну, почему надо разделяться? Нет, понятное дело, что теоретически, когда они поднимутся наверх... Она скажет, что все хорошо. Кто-то... О, нет, нет. Лиз, иди сюда! Крышка трамблера у них босса. Я его видел. Она идти за ним. Ребят, там все остается. Ребята, я... Я не могу обернуться. Но там кто-то стоял. Вы видели? Вообще, я люблю такое в играх. В играх, в фильмах, знаете, когда нужно обязательно обращать на бэкграунд. Вот обязательно надо посмотреть что-то там. Допустим, какая-то рожа страшная появляется. Или еще какой-то монстр. Я это очень люблю и в играх, и в фильмах. Но в фильмах больше, потому что в играх оно пугает больше. Выбитая дверь? Серьезно? А зачем нам крышка, если за нами уже едут, как бы? Теоретически, могли бы... Ну, а это, наверное, если за нами не приедут, она нам понадобится. Вот, блин. Ну, ты посмотри! Еще ниже. Вон он! Ну, давай, прыгать! Боюсь, что нет. Я так не играю! Я не играю! Все. Отлично! Бросил молот. Я туда не допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. Так, аккуратненько. Разве сбоку-то нельзя? Ну, он туда побежал, ребят. А где все фонарики? Мы отдали фонарики точно. Там пошел. Дальше нельзя. Ребята, за нами... ...тудошел. Так, записька. Ваши перемещения будут ограничены, что осложнит поиски Джонса. Ваша основная задача очевидна, но дополнительной задачей на месте является обнаружение Джонса с группой и возвращение домой. Будьте бдительны, принимайте все меры. Родина полагается на вас. Капитану Фишеру, Гарольд, Том Уолтер. По данным разведки, сержант Джонс и пять бойцов из его взвода пропали во время разведоперации в районе выдачной станции. Нам не удается восстановить контакт с группой. Неизвестно, попали ли они в плен или вообще живы. Последняя неизвестная позиция вблизи станции. Далее связь потеряна. То есть нам патрошку начинает рассказывать, что же у нас... Но это не то место, которое мне нужно. Или это то? Ребята! Жесть какая! Какие крысы огромные! Черт! Как нам их есть? Прогнать и где забрать... Да ладно! Палки или еще что-то? Отгони их! Там же столько всего было! До побачения! Есть! Есть! Пошла в задницу! А я не увидела, крыса успела нас укусить или нет! И насколько это плохо! Та пошла ты! Муж? Ножом их? Серьезно? Ребята, а забра... Он... Не-не-не! Ребята, я не знаю... Кто ты? Что? У него что же, наверное, глюки пошли? Мы же их видели с вами, да? В гробу это не... Чего? Чего? Это что происходит? Да нет, по крысе может! Я не знаю, что надо делать! Мне кажется, это глюны! Это же глюки, я же сказала! Мы же с вами прочитали! Собирает ту штуку! Надо сваливать, ребят! Я уже не могу! Меня уже вот так вот трясет! Да что ж такое! Ох, какая ж стрёмная игра! Но, знаете, если бы нам не рассказали, что здесь биоро... Биологическое, химическое оружие... То мы бы, наверное, тут всех бы поубивали! О! Добрый день, everybody! Как же это было напряженно! Это что, уже всё? Подождите, а чего такая игра короткая? Сколько я за сегодня серии записала? Шесть, семь, шесть, наверное! Это же всё, да? Подождите, а... Вы не то крыл? Не? Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр должен прилететь! Ну что? Попробуем! Типа никто не прилетел? Да ладно, завелась! Есть! Подождите, но... А-а-а! А-а-а! Дыр-дыр! В смысле? А спасать кто нас? Подождите, а зачем нам тогда вообще была радиорубка? Ну, как запасной... А-а-а! Ребята! Наверное, если бы мы потеряли с вами... Эту... О-о-о! Да ладно, братишка! Если бы мы, наверное, деталь потеряли, то мы бы, наверное, должны были дождаться воен... Я не знаю! Он сейчас приедет, а никого не будет! Или мы пересечемся как-то? Может быть, он найдет какую-то вещь? Я пока что... I don't know what to say. Слушайте, интересно. О-о-о! Конрад! Не надо, не надо! Не надо, не надо! Не идти туда, пожалуйста! Я тебя прошу, не надо! А он один сюда? Нет, нет, нет! Он один сюда отправился? Ребята... Ребята... В смысле? А как это? А мне кажется, что если бы мы остались на корабле без детальки... То они бы пересеклись? То есть они бы остались? И пересеклись бы с ним? Он был сейчас жив! Ну зачем я его отпустила? Блин, хреново! Я тут... Нашла вот... Слушайте, я не знаю... А представляете? То есть, скорее всего, может быть, идеальная концовка. Мы остаемся на корабле, мы не уплываем, не найдя эту деталь. И как раз Конрад к нам приезжает, и мы пересекаемся и вместе улетаем с военными. Но все равно как-то странно. Он приплыл на лодке с пулеметом. Один высадился. Подожди, я не поняла финал! Поясните мне, что же с ним произошло? Может, нам сейчас расскажут? Как-то странно. А ну. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. То есть, он дышал? Можно сказать. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике. Принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот, в решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литтл Хоуп, а может быть, где-то еще. Обязательно. Обязательно встретимся. Ребята, мне понравилось. Но я все равно не понимаю, что же с Конрадом. Давайте пропустим, а то если тут у нас сейчас будет какая-нибудь музыка авторская, то нам с вами потом влетит от Ютуба. В общем, что я вам могу сказать? Игра, конечно, просто бимба. А, подождите. Подождите. Ну, спасибо! Игра глюкнула, и там был скример. Там был страшный и ужасный скример. Короче, Конрад стоял. Короче, на корабле. Вот это будем следующее проходить. Он стоял в трюме. И там выскочил страшный и ужасный монстр. Welcome to Little Ho. Почти как Silent Hill, ребят. Я имею ввиду стилистика. В 2020-м. А вот это вообще похоже на значок из Ведьмы Изглэр. Но это не он-то, я так просто вспомню. Ну что, ребят. Мне очень понравилась Man of Medan. Мне очень жаль, что я не проходила эту игру раньше. Она страшная, пугающая. Но у нас, в принципе, получилось неплохое прохождение. Плюс мы даже с вами смогли всех спасти, забрать кольцо на удивление. Но с Конрадом вопрос. Мне кажется, что он не выбрался. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вам прохождение? Ждете ли вы Little Hope? Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok